Решил посадить картофель семенами. Взял три вида. Краса среднеспелая, 6-8 клубней, по 200-300 грамм и выше. Императрица раннеспелая. И ауссония скороспелка. Получается, если в марте семенами посадить, то в августе урожай будешь собирать. Ну а ауссонию здесь уже в июле можно собрать урожай. Посадил в феврале, пораньше, в конце февраля. Семена пропали, вернее, семена взошли, все хорошо, а потом просто черная ножка появилась и все сгнило. Поэтому, может, света мало было, сыра там и тепла мало. Может, из-за этого. Посадил попозже, когда уже теплее было и света побольше. Но это уже поздно посадил, где-то в апреле-май семенами. И потом высадил это все. Какой был первый урожай? Ну, обрадовал меня, конечно, потому что она меньше ожидала. Ну, императрица, как и ожидал, примерно вот такого вот размера были клубни и меньше. То есть, получается, супер-супер элита. А вот у красы среднеспелого, у него клубни побольше. Вот такого вот среднего размера было. Но несколько клубней вот такие вот, такого вот размера, большие. Хорошие получается, что обрадовало сильно. Все это оставил. Конечно, нарисовано, например, вот той же вот императрица, так же, такие же, как и нарисовано. Беленькие, желтенькие, да, вот такие же и были. А вот у краса, вот красные клубни. Но почему-то получились такие желтые и глазки красные. Попробовал на вкус. Ничего, нормально, вкусная картошка. Картошка и картошка. Я отложил это на следующий год. В этом году, конечно, не особо климат для картошки. Да и мы в местность переехали, тут огород не особо. Получается, болотистая местность, болото. Посадили поздно. Сейчас покажу. Вот. Получается, если посмотреть, тут вокруг везде болото. Ну, вот видно, что здесь болото. Вокруг везде болото. И посадили мы ее только в июне, в начале июня. То есть поздновато. Поздновато посадили. Поэтому, естественно, и поздно собираем. Собрали сегодня вот в сентябрь. Сегодня мы ее собираем. Хочу сказать, что картошка и первый раз, когда супер-супер-элита была, и супер-элита сейчас, она не цвела. Цветов не было у нее. Ну, ботва хорошая, мощная такая. Ну, те, которые маленькие посадили, с размером меньше этого, или такая вот. Там поменьше ботва была, конечно. Можно посмотреть, какие клубни. Ну, здесь видно этот урожай, супер-элита, когда из клубней выросла хорошая картошка. Несмотря на то, что урожай нехороший в этом году, и место, в котором мы посадили, ну, картошка не особо растет здесь. Тоже болотистая земля. Здесь вот шесть лунок. Причем, учитывая, что ну, одна такая хорошая картошка была, конечно. И вот, получается, где-то три такие, и вот такие вот. Вот из этого я посадил шесть лунок. Вот такие вот картошки. Вышло вот столько. Ну, почему-то императрица, она была вроде бы желтая, но в этом году она тоже такая же, точь-точь не отличить ничем. Желтая с красными глазками. Как отличить ее от красы, которая такая же желтая с красными глазками. не знаю, почему. Вроде бы и цветов не было, не цвела она. То есть никак не перекреститься, да, переопыление никак не могло быть. Не знаю, почему. Как это связано. Вроде бы, в прошлом году садил желтенькую вот такого-то размера. Вся была желтая. Ну, я не знаю, может быть, некоторые мельче были, может быть, глазки эти не было видно. Ну, краса, да, краса, да. Сразу же семян, когда выросла, хотя я ожидал красная, выросла вот такая. Желтая с красными глазками. Получается, здесь 6 лунок. Почему, говорит, что хорошие? Потому что вот здесь 36 лунок. Вот сравнение. Ну, видно, что где-то в 2 раза больше всего. Там в 2 раза больше. Хотя там должно быть в 6 раз больше. Получается, что хороший урожай для этого места, да. Если у вас хороший огород, удобренный хорошо, а не как здесь не болото, то у вас будет, я думаю, намного лучше урожай, намного больше картошки. Потому что тут копаешь и сразу много клубней. Как бы я рад этому. Думаю, что их посадить в хорошее место и еще благоприятный год в хорошую землю. когда особенно погода замечательная для картошки, то будет вообще изобилие. Потому что если в прошлом году вот мы посадили в такое место у нас было, то там уже из семян крювов выросла вот такая вот размером. Правда, одна лунка была, там несколько колонок, но в одной была вот такая вот крупная. Ну, вот такой вот мой опыт посадки семян. отец. Отец. Продолжение следует...